Всем большой привет! Канал Багроса Наших Новичок. Ну что, я захотел сделать небольшое дополнение для нашего бесконечного фарма ресурсов. Так, что я хотел? В общем, всё осталось по-прежнему. Смотрите даже, что я делаю. Я даже кобеля забираю. В общем, по-быстрому я хочу сказать. Вызываем лошадку, чтобы это быстро было. Может, кому-то это будет полезно. Небольшие дополнения, которые можно сразу здесь сделать. Так, вот она наша коняшка боевая прибежала. В общем, смотрите, здесь я уже всё собрал. В общем, моя подсказка, что делает. В общем, если вы сюда идёте, смотрите, здесь у вас рядышком есть бизоны. Здесь можно сердца нафармить, но не забывайте сразу же идти к костёрчику и сохраняться. Потом дальше вы идёте. Я ещё раз повторяю, здесь три скараба, три бегемота, плюс вот он ещё валяется здесь рыскарь. У него тоже и сердце, и всё бывает. Всё, погнали дальше. Не будем затягивать, катать яйца, как говорится. Дальше идём. Ну вот мы проскакали к нашему дереву, чтобы быстрее было. Дальше что я ещё здесь делаю? Кому нужны огнежары и все дела? Смотрите, вот они здесь у нас кто есть. Здесь у нас дуголобы, то же самое. Можете и сердца, и всё собрать. Потом, рядышком здесь же летают, вон они, коршуны. То есть, когда вы сделаете задание, ну то есть, чтобы собрать... Ну это в основном касается на сверхвысоком уровне новой игре плюс. Я, вот он, видите, тут короче коршуны летают, тоже их можете забить. И здесь же рядышком шелкозубы. То же самое, всё вот показывает, какая у них уязвимость, какое что. Вы также заходите вот сюда в записную книжку, в каталог машин смотрите. То у меня ребята спрашивали, смотрите, какие у них уязвимые места. Это вот всё вот здесь показывает. То есть, это как бы больше касается... Игры плюс. Я на сверхвысоком, кстати, вот давайте ещё раз покажу, что у меня здесь сверхвысокий. Вот там настроечка, вот всё, сверхвысокий уровень. Не знаю, как в обычной игре, а не в новой игре плюс, это всё происходит. Может быть, там больше денег дают. Честно вам скажу, я начал бегать торговцу, потому что в новой игре плюс очень всё дорого стоит. Очень всё сложно это купить. Ладно, идём дальше. Лошадь мы взяли, чтобы быстрее было. Я здесь ничего не поднимаю. Про кобеля я сказал, главное не заканчивайте это задание. И всё. Дальше что-то. Сейчас я быстренько соберу, чтобы вам показать. Всё остаётся, всё по-прежнему. Я уже делал другие задания, я ходил громозеву долбить. Короче, громозеву долбить это бесполезное дело. Тяжело, в отличие от обычной игры. Ну как, я его забил, но по времени захватывает больше. Что он ничего интересного не даёт. Я только пошёл из-за сердца. Взял у него сердца. А остальное, если у вас здесь кого будете грохать, просто покупаете у торговца. Сейчас я вам всё покажу. Так, там я зверей показал вам, бизонов, все дела. Вот здесь бизоны, дуголобы и шелкозубы. Всё это рядышком находится. Дальше у нас, смотрите, здесь есть костёр, есть торговец. Оказывается, всё это близко было. Тогда я не обратил внимания. Потом у вас здесь ещё есть зона дуголобов, но здесь будет ещё кое-что. Тут будут жвачники и долгоноги, так называемые. Так, всё, погнали дальше. Всё, я взял. Я вам просто продемонстрирую, чтобы было вам по удобству. То есть мне столежога не хватало, я пошёл просто за эти деньги купил. Кстати, вот смотрите, сколько у меня уже денег. У меня 118 тысяч. Это не очень много по сравнению с другой игрой. То есть, вот он у меня стоит, торговец. Вы сюда заскочили к нему. Вон, сейчас мы к нему подойдём. Это я показываю пока, чтобы кому-то сразу несколько дел сделать. Вот, дальше прыгаете. И смотрите, что мы ещё здесь находим. То есть, здесь у нас... Давай, 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 ещё чуть поближе, что-то не хочет. Вот они, жвачники. Тоже показывает тулача. И вон он, долгоног. То есть, кому это удобно, сразу, чтобы 3 в одном, 4 в одном, 5 в одном сделать. Это очень удобно. Я все сердца здесь пособирал. Также там были ещё другие животные, звери. Мать их... Так, дальше что? Вот вы подбежали к этому челу. Всё, вот он торгует, всё рядышком. Вот, купить. Сейчас, кстати, я с вами и куплю кое-что. У меня прокачалось здесь, что? Вот, боевой лук. Всё, я собрал сердца Бизона, сердца Громозео. Я могу себе это дело позволить. Всё, я его взял. Дальше что? Как продавать? Вроде бы вы всё знаете. Я всё показал по ресам. Я вот эти все оставляю. Кто будет переходить на эту игру, просто посмотрите вот сюда, что вам надо по 2 иметь. Вот, сердца я пока оставляю. Вот эти все дела, они будут намного дешевле, если вы принесёте с другой игры это с собой. Это ничего такого. Да и здесь возьмёте, если не будет хватать. Ничего страшного. Всё. Вот, столежок у меня всё есть. Остальное я всё, допустим, здесь ему... Подожди, продать, да? А то я думал, сейчас нажал купить. Всё, это я всё лишнее продаю. Кстати, у кого здесь будет очень много забито, вот как у меня было, допустим, тревестников, видите, тут 73 и 120 вместимость. То есть вы это просто продаёте или выкидываете. Но то, что вы здесь выкидете, допустим, это вот так вот делает. Сейчас нельзя сделать, надо будет выйти от торгаша. Но потом это вы не сможете вернуться, если просто положить нельзя. Всё, вот это остальное. Продаёте шляпу эту. Она вам не нужна, потому что вы здесь по дороге всё это насобираете. То есть я берегу только огнежар. Огнежар, смотрите, вам пригодится. Весь этот огнежар я там у этих бегунов или как там называют взял. То есть я здесь чуть потратился, оставляю ещё морозильную воду, потому что я хорошо с морозильной водой раздолбил этих бизонов. По рогам им стреляете, но я всё показал, какие уязвимые места у зверей. Так, что ещё я тут могу? Ну, по модификациям я тоже рассказывал. Я выбираю, вот, самые высокие оставляю. 29, допустим, вот 44, вот 47, 49, да, вот. Всё, остальные я также продаю. 48, так, 50, 49, 49, 48. Всё, это я нафиг продаю. Спирали удобства я набрал тут вплоть до 64 или 67 уровня. Я сейчас буду прокачивать. Вот эти я все остальные продаю, потому что бегемотики это всё дело нам с карабчиком всё это дадут. Всё. Так, в общем, здесь что ещё интересного? Вот это тоже, видите, продаю всё, что не нужно. И такое вы сами выбираете, что вам надо по своим делам. Всё, теперь дальше что? Теперь, смотрите, опять же, лошадь вам в помощь, потому что это будет намного быстрее. Теперь показываю... Вот он, костёрчик. Погнали. Вроде бы по этим всё рассказал. Если что, как говорится, канал Багроса для наших новичок. Подсказываем, рассказываем, задаём вопросики, подписываемся, не стесняемся. Вот он, первый костёрчик. И вот он, второй. И смотрите, кому как удобно будет. Вроде такие вещи. Бегаете к этому торгашу, удобно намного будет. Но не забывайте, всё-таки, если полезете на шелкозубов, бизонов, перед этим всё-таки сохранитесь. И вот он, второй костёрчик. Всё, у меня по ночи получилось. Вот, чтобы пойти на вот этих вот... Ну, эти звери более сильные. Ну, по крайней мере, в новой игре плюс. Вот, или пойдёте вот здесь так же, или ходи, и всё. Вот эти вы можете собрать здесь сердца, что-то кому-то надо или не надо. Всё, ну, вроде бы всё показал. Задаём вопросы, подписываемся, не стесняемся, ставим лайки, задаёмся. Я отвечаю всем, может быть, с задержкой, но отвечу, не переживайте, ребята. И всё будет хорошо. Всё, собираем, делаем. Всё, они никуда не деваются. Кабеля можете сразу... А как получилось, что я кабель все забрал? Я случайно, как обычно, нажал. Я знал, что это произойдёт. И кабель все собрал. У меня ничего не испортилось. Всё, это задание осталось. После этого я летал в другие места. Делал другие задания. Всё получилось в Эривейл. Ну что, всё, кому будет полезно. Ещё раз говорю, ставим лайки, подписываемся, не стесняемся, задаём вопросы, комментируем, на всё отвечаю. Канал Багроса для наших новичок. Всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока. Увидимся, услышимся. Чао.